Чем лечить цветущую ремонтантную клубнику? Рассмотрим болезни, поражения вредителями, локальные обработки и препараты широкого действия. Любое лечение будет эффективным, если правильно задействовать технику обработки, то есть знать от чего лечить. Ремонтантные сорта клубники позволяют получить второй урожай за год в то время, как обычные всего один. Огородники подбирают сорта на свое усмотрение и планы работы с сельскохозяйственными культурами. Даже если второе плодоношение не цель дачника, цветение клубники – показатель здоровья и естественного развития, так как в переводе «ремонтантный» означает «тот, что цветет повторно». Болезни ремонтантной клубники от чего лечим? Фитопторозная гниль, вертицелез, мучнистая роса, корневая гниль, плюс серая или черная. Нехватка магния, пожелтение листьев, септориоз, пятнистость белые, вредители. Если коротко пройтись по карте болезней, то их можно разделить на три группы. Засыхают листья и соцветия, фитоптороз, вертицелез, мучнистая роса, клубника гниет, корневые гнили, появление пятен, нехватка микроэлементов и пятнистость, а также увядание, отсутствие плодоношения и завредителей. Ремонтантная клубника закладывает почки для цветения при длинном световом дне в конце весны и середине лета. При этом ягода не любит парникового эффекта, повышения влажности воздуха и почвы, проявляющихся в теплице. Отсутствие удобрений в почве ускоряет старение постоянно цветущей ягоды, поэтому нужно проводить либо обновление грядки, либо подкармливать посадки. Лечение цветущей ремонтантной клубники Обработка посадок начинается перед заделкой. Грядки удобряются по 5 кг перегноя на метр квадратный, вносятся минеральные компоненты, проводятся ракления и соблюдаются расстояния между посадками около 40 см. Для предотвращения появления вредителей, грызунов, слизней, птиц, коротов, улиток и т.д. Устанавливать ловчие сетки и ловушки, прорывать канавки вокруг мест посадки и засыпать в углубление табак, золу или известь. Во время цветения при опадающих бутонах повреждение долгоносиком, лечение цветущей ремонтантной клубники осуществляется инсектицидами, карбофосом, актеликом, корсаром. Повторяется для закрепления результата в осенний период, например, только на основе актелика. Эти же препараты эффективны ранней весной, еще на этапе закладки бутонов и начала развития ремонтантной ягоды, когда активно начинают паразитировать листоеды, жуки, хрущи. От клещей, муравьев, нематод на саженцах и взрослых кустах, фосфамид, метафос, карбофос, разбавленный розовый раствор марганцовки в воде в 60 градусов. Нематоды на ремонтантной клубнике обрабатываются менее горячей водой, плюс 45 градусов, но все же кустики ошпариваются. Термообработка до цветения – лучшая профилактика дальнейших поражений цветущей ремонтантной клубники, чем закармливание химии огородных грядок. А ловушки – дополнительные методы избавления от паразитов. Препараты широкого действия – Теавиджет. Поможет в борьбе как с паразитами, так и с гниением цветущей плодоносащей ремонтантной клубники по причине корневого поражения. Ганили лучше предотвратить и вовремя обнарушить, так как она быстрее распространяется и часто неопределима в первую неделю поражения. Чем лечить цветущую ремонтантную клубнику? Одна столовая ложка нитрама фоски на 10 литров воды, одна часть течего помета на 12 частей воды, одна часть калия, одна часть куриного помета на 10 литров воды. В подкормке тоже своего рода лечение, если говорить о препятствии проблем с цветением и с плодоношением. Разделенная по сезонам удобрения кустов ремонтантной клубники повышает защитную функцию ягоды. После плодоношения лечение повторит 40 г суперфосфата и 20 г калия. Удобрение наиболее необходимо в период формирования корней, бутонов, завязей и повторного цветения. Оставьте в комментариях ваши варианты, чем лечить цветущую ремонтантную клубнику. И обязательно подпишитесь на канал Teenage Info.